Всем привет, друзья! 31 июля, суббота. Мы завершаем с вами месяц. Интересно, какой будет у нас август в этом году, чем он отметится в истории. Как мы с вами знаем, что август всегда достаточно интересный с точки зрения волатильности на рынках. Но посмотрим. Поэтому нам необходимо продолжать следить за текущей ситуацией. Тем более у нас интересная картинка складывается. Вот, например, вчера обвал акции компании Amazon на 7%. Также у нас не менее интересная картинка складывается на рынке нефти. Нам стоит тоже ее обсудить и понимать, что там происходят, какие тенденции. Также в фокусе внимания у нас инфляция. Поскольку инфляция это тема последних месяцев крайне актуальная, тоже нам стоит понимать, что здесь происходит. Итак, начнем по порядку. Дело в том, что вчера в пятницу в Сенате США все-таки приняли двухпартийный законопроект по поводу финансирования инфраструктурных проектов. То есть, по сути дела, речь идет о увеличении государственных расходов на объем почти в триллион долларов США. С одной стороны, конечно же, это положительная новость для роста ВВП штатов, например. Поскольку финансирование проектов, таких как обновление аэропортов, дорог и мостов, позволит увеличить количество рабочих мест с одной стороны. С другой стороны, позволит увеличить эффективность и движение вообще в экономике. То есть, государственные расходы предполагают наймы новых сотрудников, получение заказов со стороны государства среди частных коммерческих компаний. Это тоже для них хорошо. Так или иначе, это все, конечно, приведет к росту ВВП, но с другой стороны, мы с вами говорим, что 1 триллион долларов США пойдет дополнительно в финансовую систему. И это все на фоне того, что Федеральная резервная система каждый месяц и так вливает 120 миллиардов долларов США. Но по поводу ФРС мы сейчас эту тему поговорим. Тут тем более есть что сказать по поводу обратного РИПО и объясню для своих подписчиков, что это такое, что такое обратное РИПО, но обо всем по порядку. Теперь, что касается компании Амазон. Но мы с вами знаем, что Амазон это один из лидеров IT-сектора и входящий в пятерку крупнейших IT-гигантов США, которые по итогу последнего года и делали S&P 500. Я имею в виду за счет в основном роста этих компаний, по сути дела и роста американских фондовый рынок. И вот вчера мы с вами видели обвальное падение, не побоюсь этого слова, минус 7%. Что здесь произошло? А произошла достаточно банальная вещь. Дело в том, что Амазон отчитался по итогам своей работы за второй квартал и показал свои результаты. Так вот, по итогам второго квартала объем продаж в Амазоне упал до 113 миллиардов долларов США. Хотя аналитики ожидали, что эта цифра будет варьироваться на уровне 115 миллиардов. То есть они думали, что выручка будет примерно в этих значениях. Более того, сам Амазон прогнозирует, что по итогам третьего будущего квартала объем продаж также будет падать. И он будет находиться примерно в объемах 106-112 миллиардов долларов США. Хотя аналитики предполагают, что по итогам третьего квартала объем продаж должен быть в объеме 119 миллиардов долларов США. Почему такие прогнозы и почему падение продаж? Потому что, как сам Амазон объясняет, люди стали реже покупать в онлайне и больше стали ходить в магазины, то есть в оффлайн. В общем-то это вполне себе закономерная штука. Естественно, рост продаж в интернете был спровоцирован тем, что люди просто-напросто сидели дома практически добрую половину 2020 года. Оттуда и хорошие показатели. И еще достаточно негативный сигнал, дело в том, что Амазон показал снижение почти на 62% объема чистого денежного потока. Это достаточно серьезный показатель, я имею в виду денежный поток. Он может предполагать то, что действительно ситуация складывается не лучшим образом. Фактически сейчас мы можем прийти к тому, что котировки компании Амазон, ровно как и другие IT-гиганты, могут прийти к своему нормальному состоянию, так сказать, до пандемического уровня. И вот этот взрывной рост продаж в онлайне, и вот этот переход в онлайн среду, он сейчас снижается. Но и оттуда, соответственно, снижается аппетит инвесторов к бумагам такого сектора, таких компаний. Друзья, теперь по поводу ФРС и обратного РИПО. Я постараюсь буквально просто на пальцах объяснить, что это означает, что это означает этот термин, и что это означает для финансового рынка. Обратное РИПО – это примерно то же самое, как, например, коммерческие банки, имея огромную массу денег, лишних денег, которые сейчас вот никак не работают, не выдаются в кредит, никаким образом пользы не приносят. Эти деньги на одну ночь, например, овернайт, размещаются на депозиты Федеральной резервной системы под залог казначейских векселей. То есть ФРС обратно берет эти деньги к себе на депозиты и потом через ночь, например, возвращает в банки. То есть вот это называется обратное РИПО. О чем это говорит? Это говорит о том, что в банковской системе США скопилась огромная ликвидность, то есть очень много лишних денег, которые не работают в экономике. И это первый момент. Второй момент. Федеральная резервная система повысила процентные ставки по вот этому обратному РИПО. Раньше они были 0%, сейчас они составляют 0,05%. О чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что это первый признак того, что Федеральная резервная система, вероятно всего, будет сворачивать программу выкупа облигаций на сумму 120 миллиардов долларов США. Более того, сейчас встал вопрос по поводу абсорбации лишней денежной массы, то есть возвращение этих денег обратно на счета для того, чтобы каким-то образом снизить риски инфляционного взрыва в экономике. То есть мы с вами можем предположить, что в конце августа на конференции в Джексон Холл, возможно, Федеральная резервная система таки наконец объявит уже программу по ужесточению своей монетарно-денежно-кредитной политики. Иначе говоря, будет то уже конкретно понимание, когда будет повышение процентной ставки и сворачивание объемов выкупа облигаций. Естественно, все это не быстро произойдет. Естественно, повышать ставку, вероятно, будут они, как и по некоторым данным, в следующем, а может быть даже в 2023 годах. Но сама по себе ситуация, конечно же, уже говорит о том нам, что инфляция все-таки уже начинает потихонечку брать свое. И все эти заявления по поводу того, что инфляция имеет временный характер, носит временный характер, конечно же, они лишь только пытаются вот такие заявления успокоить общество, общественность, для того, чтобы снизить инфляционные ожидания. Мы эту тему уже с вами поднимали. Ну а по факту, конечно, мы можем с вами прийти к тому, что инфляция будет продолжать свой рост. И вот здесь обратно возвращаемся к первой теме по поводу вот этого двухпартийного законопроекта по поводу инфраструктурного плана. Вот этот триллион долларов США, который идет в экономику, он, вероятно, всего будет дополнять еще вот эту вот излишнюю денежную массу в экономике и может опять спровоцировать дальнейший рост цен. Поэтому можем с вами смело предположить, что если такой сценарий будет реализован, я имею в виду повышение процентной ставки, уже точнее определение границы, когда вот в временном диапазоне это будет уже реализовано, и плюс сворачивания к УЕ, так называемое, все это может спровоцировать действительно хорошую волатильность на рынках. Но я полагаю, что это приведет к снижению котировок, к снижению индексов и вызовет интерес к доллару США на глобальном рынке. То есть вот это надо понимать. Теперь, друзья, давайте коротко по рынку нефти, поскольку все-таки валютная пара доллар-рубль, как бы то мы ни говорили, в некотором смысле поддерживает котировки рубля против доллара. Здесь складывается картина следующим образом. Мы с вами видели за последний месяц безудержный, по сути дела, рост котировок нефти. И вот почему. Я еще раз повторюсь вот эту схему, которая сейчас сложилась на рынке нефти. Дело в том, что как ОПЕК+, как Международное энергетическое агентство, так и другие компании, организации, которые анализируют рынок нефти, все они практически говорят о том, что во втором полугодии, то есть в текущем полугодии 2021 года, спрос на нефть будет расти. И этот спрос вырастет примерно около 5-6, около этого, миллионов баррелей в сутки. Это во-первых. Во-вторых, ОПЕК+, с августа месяца, будет постепенно наращивать добычу нефти, плюс 400 тысяч баррелей в сутки, совокупно по соглашению. Итого, по итогам второго полугодия, он добавит плюс 2 миллиона баррелей в сутки. Тут, конечно, в этом увеличении уже закладывается риск дополнительных баррелей со стороны Ирана, но там еще тема стоит отдельно рассмотреть. Но так или иначе, если вот этот сценарий будет, вот эта схема будет реализована, то по факту мы можем с вами констатировать возможный дефицит, как бы это сейчас еще раз повторюсь, странно не звучало, на рынке нефти. Но этот дефицит на рынке нефти еще не только из-за того, что ОПЕК+, меньше наращивает, чем прогнозный спрос на нефть. Этот дефицит еще формируется за счет того, что в Соединенных Штатах Америки, а он крупнейший добытчик нефти вообще в мире, там интересная картинка складывается. Вот буквально на днях отчитались крупнейшие нефтяные американские гиганты, такие как Chevron и ExxonMobil. И если мы с вами коротко пробежимся по отчетной информации по этим компаниям, то мы с вами увидим следующее. Обе эти компании заявили о том, что они существенно сократили свои расходы на геологоразведку, на добычу нефти. И таким образом сократили свои расходы в целом по компании. Таким образом они увеличили денежный поток, во-первых. Во-вторых, они повысили рентабельность и доходность на одну акцию. В результате они получили достаточно неплохую прибыль на фоне роста котировок нефти, поскольку спрос растет и плюс сдерживается добыча соглашением ОПЕК+. С другой стороны, американские компании не увеличивают добычу нефти, то есть они не развивают новые мощности. Там есть свои нюансы. Эти нюансы в том числе связаны с тем, что американская администрация сейчас лоббирует интересы по альтернативной энергетике. Мы с вами знаем, что они за экологию. Соответственно, американские компании испытывают некоторую трудность в финансировании новых проектов. Поэтому получается, что ExxonMobil и Chevron получили больше денег при меньших расходах. То есть, таким образом, они возможно повысить дивиденды. Соответственно, интерес к этим акциям достаточно хороший. Спрос на эти бумаги тоже в целом существует. И более того, эти компании заявили о продолжении программы обратного выкупа акций с рынка. Это тоже в перспективе неплохая новость для котировок нефтяных компаний США. Соответственно, если мы подведем общий итог, то получается, что ОПЕК плюс держит объемы добычи чуть-чуть ниже, чем спрос с одной стороны. С другой стороны, он постепенно увеличивает добычу нефти, но при этом менее рискует тем, что американские компании могут возместить вот эти все недостающие баррели, которые, по идее, превосходят, чем предложение, то есть пополнить спрос, так называемый, удовлетворить спрос. И получается, что действительно на рынок нефти сейчас приходит такая штука, как дефицит. То есть нефтяники американские не увеличивают добычу нефти, они заняты повышением рентабельности. ОПЕК плюс сдержанно наращивает нефть. Соответственно, если такова тенденция будет дальше продолжаться, то это просто приведет к тому, что котировки нефти продолжат дальнейший свой рост. Если мы все это дело проецируем сами на валютную пару доллар-рубль, то вот этот фактор, он может поддержать рубль в среднесрочной перспективе. Но, опять-таки, возвращаясь к теме инфляции, к теме повышения процентных ставок, то здесь любопытно для нас будет понаблюдать, каким образом валютная пара доллар-рубль будет реагировать на вот этот фактор монетарный, так называемый. Я думаю, что здесь вот этот монетарный фактор, он будет превосходить, так сказать, чем нефтяной фактор, если говорить про валютную пару доллар-рубль. Тем более, если мы сами посмотрим, в последнее время валютная пара доллар-рубль очень сильно коррелирует с индексом доллара. То есть если индекс доллара у нас падает, то значит у нас корректируется и доллар по отношению к рублю. Индекс доллара чуть подрастает, рубль у нас тоже теряет по отношению к доллару. Ну и, соответственно, здесь, конечно, все взоры у нас сейчас именно на монетарные действия от Федеральной резервной системы и, например, Центрального банка Европы. Друзья, вот такие вот выводы. В общем и целом заключение такое, что сейчас, вероятно, наступает интересный период. И я полагаю, что валютная пара доллар-рубль в какой-то мере, если будет укрепляться за счет повышения котировок нефти, если не случится, например, что-то плохое, например, в области здравоохранения. Ну а в целом я предполагаю, что диапазон 71-70, это нижняя граница по валютной паре доллар-рубль. А в целом все-таки перспектива удорожания доллара США по отношению к рублю во втором полугодии все-таки она превосходит. И эта точка зрения, она является более доминирующей по отношению, например, к той, которая говорит о том, что рубль, наоборот, будет укрепляться. Друзья, вот такие вот короткие выводы по итогам июля и по итогам последних дней. Конечно, мы следим за информацией, следим за ситуацией на рынках, поэтому вы подписывайтесь обязательно на канал, комментируйте и до встречи в следующих видео. Пока!